мои дорогие телезрители смотрите фликс бус который везет нас из снежного и реально идет снег видно по фарам мелкий снежок из фрайбурга в аэропорт базель и буквально через час мы будем там еще через три часа мы будем в барселоне в 20 градусная у ася жаркой барселоне так что увидимся в аэропорту привет ребятки я теперь здесь вот хотел сказать все здесь же нет мы только что прибыли в аэропорт вот время чтобы вам не врать 25 минут 8 15 минут десятого мы вылетаем то есть нас сейчас 50 до 1 50 чтобы ты сидишь лицо уже украсили смотрите вот всякими этим лампочками рюшечками всякими да кстати не брит не брить а в ребятки продолжается ведь я не до конца убил ну побрился чтобы как бомж не выглядеть чуть-чуть вот я думаю таможене пройдем потом мельдуемся так ночью ребятушки вот подошла наша птичка он люди вылазит а у нас до вылета не поверите знаете сколько до вылета у нас осталось 35 на за 50 минут а нам уже объявляет посадку город скоро сядем не штак значит без опоздания пойдем коем-то веке помнится мне два последних раза в барселоне мы летели с офигенной поздав с офигенным опозданием в час полтора и последний раз мы даже из-за этого опоздания мы в аэропорту спали хорошо я эту поездку запомнил а вот раз летим дарму все будет них у ребятки поехали смотрите вот наш самолетик стоит вот мы сейчас здесь спускаемся и сразу туда заходим будь здоров 15 ровно полчаса до вылета представляете я офигею если мы прям ровно вылетим минута в минуту это же будет ништяк клёво ну чё ребятки самолете я думаю уже увидимся или когда будем в него залазить вот как так сделаем у ребятки так как у нас 15 то значит мы будем над крылышком сидеть вернее за ним потому что исходя из моего опыта их штук 30 только сидений вот и мы будем с этого края как раз залазить вот у ребятки мы ведем репортаж прям с самолета вот если все троем сережку возле окошка и у него прям крыло за бортом знаете в чем прикол в том что эта сторона мы будем прям барселону пролетать она вся будет светиться я буду все это ребятки снимать в это все увидите вместе со мной это клёво здорово так а мы летим дальше 6 ребятки чё творится почему мне такого нет смотрите пол самолета пустого люди вот тут двое сидят там одна сидит там вообще тройка пустая я в шоке почему у меня такого нет ну короче время ребятки почему-то мы должны вылететь только через 17 минут а нам уже эти рассказывают как пристегнуться как там если тонуть начнем дверь закупорили и мы выдвигаемся на 17 минут раньше это хорошо лететь час двадцать увидимся когда будем в день пролетать будем увидимся погнали ребятки я будем прям над красавцам базарем пролетать он снимает тоже блок ведет девочка такая испаночка передом на сидит она короче дуа линго занимается немецкий учит боже мой она немецкий знает хуже чем я английский представляете поехали оторвались ребятки вот она красавица барселона обалденчик просто а вот начинать он он порт кайф кайф уй ой 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 тема садимся ребятульки мы короче заходим на посадку вот буквально еще секунд двадцать и мы тронемся колесами землю наш водила реально вылетел на 20 минут раньше а прилетели знаете насколько мы рейнер бога позже я скажу но по сути мы прилетели на всего лишь 10 минут раньше он где-то 20 минут потерял и мы тронули земли и о все тронулись отлично давайте ребятки увидимся когда уже покинем самолет туху ребятки а что-то не очень так тепло небольшой ветерок но нормально градусов 10 на улице садимся в автобус и едем в аэропорт так ну чё ребятушки мы короче вот выдвинулись на машинке в город взяли машинку и скачал короче приложение себе у них убера оказывается нет но есть это май такси вот и мы на нем едем в город он говорит что мы за 22 аэро доедем это прикольно потому что на самом деле с человека пятерка стоит до города и это до площади испания а потом еще дальше ехать то есть на автобусе мы бы потратили троем такие же деньги как едем на такси так что ребят только увидимся уже в городе ну чё ребятушки не обманул нас чувак он за 24 аэро короче довез плюс еще 4 анфур прайс был в любом случае быстренько доехали вот стоим вот где-то здесь наш отель прям находится наш постел кто знает памятник колумбу вон буквально идти отсюда метров до рамбли ну метров нет но в течение 10 минут можно быть на рамбли вот где мы живем прям в самом центре центре можно сказать клево и ждем заселяемся а потом я мельдусь вот нас вокзал еще прям под боком так ребятки вот так вот выглядит душ вот так вот выглядит комната короче ну окей я ожидал чуть похуже ну нормально короче я доволен а сейчас я не знаю я еще спущусь вниз по-любому за и стрелочкой однозначно блин там жара на улице десять с половиной градусов в этом пуховике это вообще не комелько ходить отвечает так что давайте ребятки я думаю что тогда ребятки я снял себя пуховик короче отдел кожанку и в свитер снял футболки и в кожанке вы какая прелесть и и покидаем наш хостел и знаете куда мы идем идем в порт клево ребятки а мне нравится эта страна отвечаю я захожу короче беру стрелу и беру биро маретти подхожу на кассу он говорит о после одиннадцати не продаем я такой а чё уже одиннадцать он говорит одиннадцать двадцать пять я такое сорян не знал он говорит убери в карманы спрячь я такой засовываю в задние карманы они торчат он говорит блин под куртку спрячь я говорю нет карманов он пакет мне завернул говорит все давай пять орехов уходи отсюда все мы тебя типа не продавали офигеть карл это у вас в россии после десяти не продают а у них в испании после одиннадцати даже продают ребятки так что вот ну клево идем гуляем тут а мы решили ребятки в порт идти вот я тут это как в америке пакетик завернул я не знаю на улице можно не можно чувак который мне продал он хотел чтобы я свалил с магазина я говорю на улице пить можно но не знаю это правильная информация неправильная поэтому я немножко прикрылся и тарюсь иду ух ты смотрите форт ст какой гифт грюн ух какая лапочка а мы идем а ну вот чувачок спит а чё это много тут таких конечно сам прикол то что ему не холодно спать ночи тут заморозков нет тепло что десять градусов холоднее не будет так и идем вон 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 туда в порт да да ребятки пальмы я ни одной цикады не слышу не знаю почему может холодно может они спят может умерли кстати вон самолеты летают взлетают чайки кричат собачка там игрушку душит яхты абрамовича стоят вон парусники клёво барселона офигенный город отвечаю все сюда едьте он просто клёвый тем более если лето приедете в жару это вообще огонь я нахожу сам лично в барселоне третий раз в аэропорт куда мы прилетели четвертый ирония да не не ирония мы просто прошлый раз вот когда буквально когда это было месяца три-четыре назад делали заезд по Испании мы на неделю с Марыси выбрали взяли машину и катали 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 прилетели в барселону улетали с барселоны а вот в город мы не заезжали потому что так получилось что мы до этого были буквально месяца два или пару недель до этого в барселоне и решили сюда не заезжать больше время сэкономить на другие города которые мы еще не видели так что вот мы идем в порт клёво юху ребятки как обалденно пальмы народ гуляет клёво обалдеть ну идем дальше туда да так ребятки а вот у нас и кораблик этот который днем здесь дают снаряжение короче за пару копеек можно одеться и залезть наверх вот по этой штуке и кричать полундра самого верху типа на абордаж вот комиссар Рекс прикольный какой мячик футбольный тащит прям реально настоящий Рекс так почему-то палуба вообще пустая никто там ничего не продает видимо все на зимний перерыв закрылись что у нас тут Вайнахтон не за горами мы идем сейчас посмотрим на памятник Колумба и у начала рамбли просто свернем и пойдем в сторону нашего отеля потому что как-никак время уже через пять минут уже будет завтра ребятки вот так что идем пока гуляем вон он вон он вон он у тебя под ногой боже мой е-мое как напугать легко а мы просто шли здесь Рататуй пробежал прям туда вниз они Рататуя с деревни и боится Рататуев я не боюсь мне неприятно видеть да нету и все она убежала так ребятки а мы вышли короче вот лодочки экскурсии здесь всякие дельфинов смотреть и все что хотите а вот это что у нас это порт де Барселона короче я как понял это муниципальное здание что-то с судоходством пароходством связано так что вот у нас рамбля и мы посмотрим может мы кусочек прогуляемся но сначала идем к памятнику Колумба вот е-мое ребятки смотрите здесь оградили все внутри пусто все что-то ремонтируют колумб смотрите всю площадь выкопали там что-то рамблю перетывают е-мое а вот Колумб смотрим на него и потом чуть-чуть я думаю по рамбле пройдемся все-таки хочу очень о Месси и Суарес привет говорят camp now клево ребятки мы на рамбле и это обалденно сейчас вот до первого поворота и эту школу чуть не выразился словами шуры каретного нет и направо собственно говоря пойдем в сторону нашего отеля потому что ребятульки сегодня уже у нас как пять минут сегодня клява и в этот раз меня никто не пытается дурь толкнуть а блин кого что я вам рассказываю переходили на светофоре сам прикол стоят два пацана шесть бутылок шесть банок пива он не одну достает я говорю не 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 косяком на всю эту тему пахнет он еще что-то орал сам стоит покуривать я выхожу вы не поверите два метра перед ними стоят два мента они просто за спиной у ментов банчат коноплей я в шоке это это просто офигеть но мне конкретно вот на этой улице никто не впарит не впаривает как в прошлый раз за мной чувак бежал чуть ли не на коленях купи 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 вот в одном из моих фильмов про барселона посмотрите как я сказал я уже был здесь два раза до этого в самом городе конкретно и оба фильма у меня тоже есть на моем канале где-то там я еще прям вот ссылочки забомблю только на первые части каждого сезона так сказать остальные уже переходите дальше вот а пока мы идем так ребятушки а мы покидаем центр и передвигаемся вот такая красивая архитектура узкими улочками находимся уже в районе барселонета передвигаемся к нашему отелю и вон стоит на то на том конце этой площади пацанчик который первый ко мне подошел и говорит кофешоп я говорю нет не пью кофе и все и мы друг друга поняли и мы направляемся в наш отель вот через такую арочку ребятки я сейчас нашел такую обалденную улицу короче вся на барах клубах и еде прям так коктейль бар music и фуд и все нарисовано я хочу найти название улицы вот carrera de la merce вот чтоб я знал себе на будущее мы с марусей приедем потом затусим здесь ну пойдемте туда что тебе не нравится они уже боятся ходят там молодежь сидит они боятся и что они обкуренные не трогают они вас а мы идем в отель ну так вот ну так вот ребятки я думаю на этом мы и закончим наше приключение merci beaucoup мы вернулись короче в наш хостел все видите все втроем живые и невлюдимые и я думаю да вот завтра уже увидимся с утречка вернее сегодня с утречка у нас время сейчас я вам скажу сколько пока буду показывать какими ступеньками мы идем время 0032 то есть пол первого ночи живем мы ночью спичками пахнет палеными ладно ящики собак здравствуй клево короче завтра увидимся сегодня увидимся через буквально восемь с половиной часов потому что позже чем девять я не потерплю если никто не проснется и будем уже исследовать светлую барселоне так что давайте ребятки пузико и до завтра до посадки в арбайз со зеликоте вот я до 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 до